Можете не верить, но отрицательный ответ иногда позволяет нам поддерживать надлежащий баланс и душевное равновесие. А вот как сказать нет, но в этот момент не чувствовать себя виноватым? Попробуем разобраться в этом вопросе с нашим гостем. У нас в студии Наталья Скибинцева, психоаналитик. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Ну вот скажите, вот как сказать нет? Да, и бывают люди, что не могут отказать. Как деликатно сказать человека нет? Ну, тут всё зависит от того, каким образом просьба направлена. И что это за просьба? Да, что это за просьба, да. Если это просьба о самом человеке, да, помочь ему в чём-то, то деликатно сказать нет. Если не хочется участвовать в этом, не хочется помогать, то деликатно можно так сказать, ты знаешь, я думаю, что ты сам справишься с этой задачей. Вот, у тебя есть все силы, все ресурсы. Ну и если... Попробую решить проблему сам, да? Да, это же человека усиливает, то есть, соответственно, когда он проходит какую-то сложность, трудность, он растёт через это. Таким образом мы ему помогаем, да, помогаем уже по-другому, говоря «нет». Второй момент, когда просьба направлена именно на нас, и человек таким образом хочет нас поменять, да, наши действия, поведение или что-то в нас, ну, советуя таким образом, тогда можно деликатно, да, чтобы не обидеть человека, чтобы не испытывать чувство вины, сказать, ты знаешь, я очень ценю твою заботу, но я сам приму решение за себя, да, и прислушаюсь к твоему мнению, если мне это будет необходимо. Ну, вот как-то так. А вот смотрите, вот всё-таки слово «нет» оно более обидное? Вот вы сейчас просто говорите, это всё, ну, как бы, смысл один, человеком можно обидеть словом «нет». Да, ну, вокруг да около. А почему бы сразу мне сказать «нет»? Можно сразу говорить «нет». Если внутренняя уверенность есть у человека, когда он зрелый, когда он самодостаточный, и он запросто может говорить «нет», потому что он уважает свои границы, чувствует границы другого, то есть спокойно говорит «нет» и всё. Если нужны какие-то пояснения, человек задаёт вопрос «а почему нет?» ну, или настаивает, да, на своей просьбе, то тут уже разъяснять, почему я не хочу в этом участвовать, говоря о своих чувствах. Например, ну, меня это раздражает, к примеру, да, или там «у меня нет ресурса, я устал». Ну, вот таким образом. Не говоря, что вот «я не хочу тебе помогать», да, именно, а говоря о том, что как нам бы хотелось. Наталья, а вот как сделать так, вот если ты сказал человеку «нет», да, вот тебя же о чём-то попросили, ты говоришь «нет», я вот сам разбери, а потом пришёл домой, ну, я же мог человеку помочь. Ну, да, ну, почему? Ну, не знаю, там попросили занять 100 рублей, «нет, заработай сам», ну, блин, ну, у меня же есть эти 100 рублей. Ну, почему? Вот как сделать так, чтобы ты сам потом не мучился из-за того, что ты отказал человеку? Ну, тут же это такое, на самом деле, немного детское состояние, да. Мы же всегда переносим себя на место другого человека, и отказывая другому, мы как будто отказываем себе. Отсюда потом начинаются сомнения. То есть если человек сам боится отказов, сам не умеет их принимать, соответственно, он будет потом мучиться сомнениями. Тут один выход – вырастать, ну, становиться такой самодостаточной, зрелой личностью. Если сказал, то сказал. Да, сказал, сказал. Сказал, как отрезал, да, что ты говоришь? Ну, это же решение самого человека. Каждый имеет право на свой выбор, на своё решение. Вот смотрите, а если, допустим, вопреки своим желаниям, да, мы будем говорить не нет, а да. Вот, допустим, попросили у нас какой-то просьбе. Мы не хотим её делать, но так как неудобно отказать человеку, так как жалко человека. Есть время, есть какой-то ресурс, ты можешь это сделать. Да, 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 я сделаю. Но это же будет неискренне. Если вы скажете, да, это будет неискренне, да? На самом деле, помогать не хочется. Вот как вы думаете, эта просьба, ну, ответ, да, он принесёт пользу вам или этому человеку? Вы бы хотели, чтобы вам помогали неискренне? Ну, знаете, ситуация бывает разная. Вот я сыну, допустим, говорю, приберись дома. Он говорит, нет, я говорю, ну, надо. Он говорит, да, ответ его неискренний, но он прибирается и помогает. Тут же родители, ребёнок, да, то есть вы старшая, вы главная в доме, вы устанавливаете порядок. Ребёнок от вас зависит, да, и он обязан подчиняться авторитету взрослого. Тут немного другие отношения. Мы же сейчас взрослые отношения смотрим, да. Ну, а кстати, вот, если человек не вырастает из своих каких-то детских эмоциональных переживаний, он затем и во взрослой жизни, ну, с другими так себя вот ведёт, так, да, инфантильно взаимодействует. Ему сложно сказать нет, потому что не привык отказывать. Он в ущерб себе может, там, кидаться на помощь или в ущерб даже другому человеку, да, он спасательством таким занимается, что другого тоже ослабевает, и другой может этим пользоваться, да, и неоднократно пользоваться. Наталья, большое вам спасибо. К сожалению, у нас не так много времени, чтобы с вами пообщаться, но вроде два простых слова. Две буквы и три буквы, да, и нет. Но сколько много мы об этом уже сегодня поговорили, сколько будем говорить дальше. Большое вам спасибо, что этим утром нашли время прийти к нам в гости. Да, и мы напоминаем, у нас в студии была Наталья Скибинсова, психоаналитик. Мы говорили о том, как говорить да и как говорить нет.